Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда нам надо организовывать цикл по вводу и вообще цикл почему-то, внутри которого это что-то должно быть связано, и это при этом непоследовательность. Цикл по последовательности for у нас будет в следующий раз. Мы увидим, как это легко сделать с помощью for, но мы не могли до 3.9 питона атомарно объединить операцию связывания и операцию выбора откуда-то там. Вот, в частности, сейчас оно работает именно так. Что такое операция связывания, если вдруг я забыл рассказать? Это аналог оператора связывания, только тот, который может как в хи внутри скобочек встречаться. Написать, например, можно что-нибудь такое. If n eval... Даже, по-моему, вот так можно написать. Eval... От input... А может и нельзя. А сейчас проверим. Равняется 3. Print n. Да, так можно было написать. Давайте еще раз. Print n. Ну и введем здесь что-то типа 1 плюс 2. Ага. 1 плюс 2. Ой. Да, елки-маталки. Print n. Вот, 1 плюс 2. Вот. Че? Какая-то хрень. Давайте попробуем поправить. А, ну конечно. Обратите внимание на то, что операции присваивания довольно низкоприоритетные. И у нас получилось буквально следующее. Что в n у нас положилось результат вот такого сравнения. Вот. Кстати, это сравнение у нас сегодня в теме. Да? А вот так вот, если мы сделаем, да? То есть не так, а вот так вот. Если мы аккуратненько расставим скобочки, то и получится, что у нас присваивание как арифметическая операция встретится внутри... Ох ты, господи, туплю. Присваивание как арифметическая операция встретится вот внутри оператора. Барс, я про Eval уже рассказывал же. Ну правда. Давайте еще раз я про это расскажу, потому что у нас сегодня будет разговор про ввод в домашних заданиях. Вот там как раз я эту вам верну вещь про Eval. Спасибо за напоминание. Возможно, в этой аудитории я еще не рассказываю. Вот. Так что да. Ну вот, не важно. В конце концов, можно было Eval-то убрать. Написать что-то n равно input. Там. Не равняется q. Да? Print n. Да, блин. А, q большое. Ну вот как-то так. Извините, что притормаживаю. Сейчас перестану. Вот. Идея стоит в том, что операция присваивания иногда полезна для того, чтобы сократить код. Вот. И мне не надо злоупотреблять. Вот. Вот в самом пипе есть прекрасные примеры, когда исходный код большой длины, а код с операцией присваивания маленькой длины. Например, здесь мы смогли два условных оператора сложить в один за счет того, что вовремя связали именем результат вычисления некоторого выражения. Ну, в общем, полезная штука. Вот. Как раз ее полезность чаще всего встречается в циклах и условных операторах. То есть там, где мы сначала вычисляем условия, а потом по результатам этого условия внезапно хотим видеть некоторый связанный объект уже именем. Вот. Еще один док за прошлый раз, более серьезный. Это разговор про время жизни объектов для тех, кому интересно чуть глубже вот туда в кишочке питона забраться. Вот. На самом деле, чем дальше мы отходим от того, что можно назвать стандартом питона, то есть того, что явно описано в документации, и чем глубже сбираемся в реализацию, тем больше на вот этой большой глумине, доступной только очень опытному ныряльщику, разложено всяких подводных грабель. Вот. Кто-то хочет подробнее про отличие от оператора присваивания. Там же в Пепе это есть. Ну, пожалуйста. Вот. Будьте добры, почитайте. Главное отличие состоит в правильном расставлении скобочек. Во-первых, он правый, это операция правая, а не левая. Вот. Во-вторых, эти скобочки почти всегда надо расставлять, иначе вы ошибетесь. И у нее другой приоритет. Вот три основных отличия. Здесь их написано шесть, пять. Ну, вот, почитайте дальше, там, в общем, все написано. Но вот главные отличия такие. Это порядок вычисления в другую сторону, приоритет другой, и в некоторых синтаксических конструкциях скобочки обязательны вокруг операции присваивания. Ну, она же связывание, да. Вот. Значит, ссылка есть. Значит, я все-таки вернусь к этому, да. Значит, кому хочется глубже заблюнуть в питончик, внезапно могут обнаружить, что питон, который реализован на C, так называемый C-Python, которым мы в основном все и пользуемся. Вот здесь присутствующие. В нем есть довольно забавное, довольно забавное соображение относительно времени жизни объектов. Ну, например, если мы напишем вот так вот, мы, конечно же, ну, давайте 100-525 напишем. Вот, 100-525. Мы, конечно, создадим один объект, 100-525, и зададим ему два имени, A и B. Вот. Операция сравнения IS скажет, что A и B это имена одного и того же объекта. Вот. GetRefCount нам честно расскажет про то, что он насчитал больше ссылок, потому что он еще там сам его сослался. Вот. И поглядев конспекты, вернее, планы предыдущих лекций, я обнаружил вот такую вот конструкцию. Можно у сборщика мусора спросить gcgetreferences на A. Вот. У сборщика мусора можно спросить, какие он вообще в данный момент видит ссылки на объекты, и посмотреть, что вот А и Б ссылаются на одно и то же число 10525. Ну и можно спросить у СИС, можно спросить GetRefCount. Он вам покажет количество ссылок плюс одну, которая уходит на саму функцию GetRefCount. Но дальше начинаются веселости и странности. Например, если мы напишем что-то типа АВ равняется 10525,1525, то, разумеется, А будет Б, потому что это одна и та же константа. Здесь 10525 и здесь 10525. Совершенно очевидно, что А и Б это один и тот же объект. Но если мы напишем, допустим, С равняется 100,525, то окажется, что цель другой объект хотя все равно равный 1525. Почему так? Потому что на момент создания а и б, на момент синтаксического анализа вот этой строки выяснилось, что это одна и та же константа, она связалась с двумя именами. А на момент анализа вот этой строки, разумеется, никто не искал в памяти, существует ли константа 1525. Не существует. Просто ее еще раз создали и назвали ее буквы С. И действительно, это разные получаются объекты. Если бы все так было просто, я бы не стал предупреждать о том, что это именно кишочки питона, потому что если мы напишем ту же самую последовательность, но в одну строку, а, б, с равняется 1525. В редких случаях в питоне разрешен, друзья, во всех случаях в питоне разрешен конструкция точка с запятой, просто ее не рекомендуют использоваться. Она очень сильно затрудняет читаемость. Я буду расстраиваться, когда ее вижу. Так вот, если мы напишем вот так, то внезапно питон, написанный на оси, нам все три имени свяжут с одним объектом. Почему? Потому что в момент синтаксического анализа вот этой строки была выделена лексема 1525, и так синтаксический анализатор был устроен, что для нее был заведен один объект, а дальше уже потом, когда происходило раскладывание имен, связывание, с ним связались ими. То есть, видите, зависит от того, в какой момент был произведен лексический анализ. Понятное дело, что это относится уже к такой прагматике языка и конкретного интерпретатора, поэтому в стандарт подобного рода поведения не включено и не описано. Мы, понятное дело, что с точки зрения эксплуатации, в общем, все равно у вас два объекта 1525 или один. Вот. А, значит, вот, да, то есть с точки зрения синтакса языка все нормально и семантики. А вот с точки зрения прагматики, да, в некоторых случаях будет заведен один объект, в некоторых несколько. Вот. Чтобы окончательно вас запутать и закрыть эту тему, скажу, что если было бы это 500, число не 1525, а просто 25, то эффект был совершенно другим бы, потому что... Вот, обратите внимание, что здесь у нас false, а здесь у нас true. Вот. Почему так? Потому что в конкретно питоне, написанном на C, считается, что объекты от 0 до 254, что ли, или 5, не помню, 4, кажется, настолько популярны и так часто используются, что они всегда прибиты в кэше, и поэтому каждый раз, когда мы такой маленький объект пытаемся связать, он сразу находится в кэше. Вот. Никогда тут не удаляется, всегда там живет. Считайте, такой неразморажимый кэш. Собственно, я окончательно запутал тех, кто хотел окончательно запутаться, мы идем дальше. Вот. Тут меня Вениамин спрашивает, зачем ему параметры? Я не очень опросел контекст. Если вопрос все еще про операцию связывания, то у нее два операнда, левый и правый, да? Что с чем связывать? Вот. Одно справа операнда настоящий объект, слева операнда то, куда связывать ими, например. Вот. Так что вот, когда я говорил параметры, я говорил, наверное, про операнда. И последнее, что я хотел сказать про время жизни объектов, это про некоторую непростую ситуацию, при которой внезапно оказывается, давайте мы это посмотрим на таком специальном сайте, который называется Python Tutor, очень удобный, онлайн Python Tutor, очень удобный инструмент для отлаживания всяких питонных штук. Только обратите внимание, что для того, чтобы эти питонные штуки выделили по питонне, надо по умолчанию выставить здесь вот это и вот это. Слово Python должно быть в визуализаторе включено. Знаете, Вениамин, Вениамин пояснил, что речь идет о GC, get, refer, зачем ей параметры? Я тоже не знаю. Возможно, ей параметры не нужны. Давайте мы этот вопрос потом отдельно посмотрим и почитаем документацию. Сейчас мы дальше уже уехали. Действительно, вопрос разумный. Возможно, ей не нужны параметры. Так вот, а значит, давайте мы только чуть поменьше сделаем. А, да, нажимаем кнопочку Visualize и смотрим, как у нас работает вот такой код. Смотрите на этот код. Он довольно... Давайте мы еще вставим сюда... Знаете что? Давайте мы еще вставим сюда print вот сюда. Вставим print a b и вот сюда вставим print a, b и посмотрим, что произойдет в этом случае. Вот. Поехали. Что произошло? Завелся список a список под названием... Список мы еще не проходили, но вы можете понять, что такое список. Список это таблица. Вот у нас три элемента, нулевой, первый и второй, ссылаются на три питоних объекта. Да? Завелся второй список, который называется... назывался b и в нем два объекта. Один ссылается на a, а второй ссылается на объект 4. Дальше обратите внимание выполнится операция b равняется a4. Вот она выполнилась. Выполнится операция print a, b. Вот у нас a. Вот у нас b. b нулевое равно a, как видите. А вот сейчас мы совершаем трюк. Мы берем и делаем перекрестную ссылку. У нас теперь нулевой элемент b ссылается на a, а первый элемент a ссылается на b. Видите, вот эти стрелочки. Вот. И если мы сейчас попытаемся вывести просто на экран b или a, обратите внимание на то, какая получается какая получается картина. Питон видит вот эту бесконечную бесконечную ссылку друг на друга и говорит. Значит так, здесь ссылка из a на b, в котором на первом месте стоит ссылка на a, а раз, поскольку у слова a уже было, значит это будет бесконечная друг на друга, ну как бы вот перекрестные ссылки. Питон такие ситуации, разумеется, определяет, иначе бы он ушел в бесконечную рекурсию в этом месте и выводит вот такую странную картину для ситуации, когда объект ссылается на объект, который ссылается на него на себя. Или объект ссылается на себя. Могли бы сказать, а нулевое равно a тоже бы получилась примерно такая же фигура. вот. А вот тут вот главная интересная деталь, да, значит, ну понятно, да, мы проверили, что a первое это действительно b, а b нулевое действительно a. И вот дальше начинаются некоторые упражнения. Мы берем, заводим объект c, который ссылается на a и на b. Ну все нормально, да. вот c ссылается на c нулевое это a, c первое это b, а тюпль такой. Все хорошо. А теперь берем и удаляем a и b. Опять же, все нормально. Мы удалили имя a, удалили имя b, тем не менее, все три наших списка сидят в памяти. Почему? Потому что по принципу количество ссылок на объект вот здесь вот, видите, две стрелочки. Две ссылки на объект, который был когда-то, а две ссылки, видите, две стрелочки на объект, который был когда-то, b, да, значит, одна из них ведет из c, другая из них ведет из, друг из друга. И вот сейчас барабан и дробь мы удалим вот эту ссылку. То есть, в нашей программе, в нашем пространстве имен вообще не будет ссылок на вот эти вот объекты, которые мы тут насоздавали. И по идее они должны все удалиться. Но согласно той логике, которую мы заявили в самом начале, а именно количество ссылок уменьшается на единицу и когда оно станет равно 0, все удалится. Должен удалиться только вот этот объект, который у нас назывался, назывался раньше, но сейчас еще называется c. А вот эти объекты удалиться не должны, потому что у них вот эта ссылка исчезнет, а вот эта останется. то есть, фактически, у нас будет в памяти такое колечко из двух объектов, которые ссылаются друг на друга и которые больше ниоткуда не видны, ну, по определению не осталось такого пространства имен, в котором они были бы видны, тем не менее, количество ссылок друг на друга на эти объекты не равно нулю. Вот. Вот ситуация, вот цена, которую мы платим за то, что используем RefCount в качестве базового механизма работы с памятью. Ну, понятно, да, любые кольцевые структуры, которые перестают быть доступны из имеющихся наимспейсов, становятся таким вот постоянно живущим мусором в памяти. Для сборки этого мусора, картинка понятная, я надеюсь, значит, для сборки этого мусора существует специальный модуль, который называется GC, габочка-лектор, который ровно этим и занимается. Он по всяким хитрым алгоритмам смотрит, они не залипли ли в памяти какие-то циклические структуры, которые ссылаются только друг на друга, а не в одном наимспейсе недоступны. И если да, то он их удаляет. Вот. Пример такого отношения к памяти может, вот есть в лекциях, когда мы вот он, когда мы просто берем и выключаем, смотрите, GC, сейчас давайте с нуля начнем, импорт GC, когда мы прямо питону выключаем сборку мусора. Дизейбл. Все. В этот момент питон перестает распознавать такие самоссылающиеся объекты, вот. Ну, чтобы нам было видно, как происходит обработка этих самоссылающихся объектов вручную. Мы, пожалуй, включим отладку. Вот. Ну и поехали. Создадим самоссылающийся объект, то бишь, список A, который будет сначала состоять из трех элементов, а потом скажем, A, скажем, первое равняется A. Вот. Типичный рекурсивный самосылающийся объект, у которого есть ссылка на себя, все такое. Значит, id от A у нас A, вот так вот, id от A у нас равен вот этому числу, значит, напоминаю, что в питоне написано носит просто адрес памяти такой. Вот. Ну и давайте мы его удалим. Что при этом произойдет? Произойдет та самая история, что объект, на котором было две ссылки, одна ссылка с именем A, а другая он ссылался сам на себя, не может быть удален без вмешательства габач-коллектора. Вот. Давайте его вызовем руками. gc.collect Он говорит, я нашло, я нашло список вот по этому адресу, ну в смысле это его идентификатор, вот он, который устроен именно по такому принципу. Он у вас существует, потому что на него количество ссылок не нулевое, но он никому не нужен, и следовательно он габач. Ну все, давайте тогда посмотрим. Ну и еще можно его посмотреть, сказать, покажи мне все, весь найденный мусор. Он говорит, ну вот у тебя список, он состоит из одного элемента, значит это вот твой список. Если мы сейчас выйдем, мы увидим интересную диагностику, это все элементы, которые питон завел и которые были нужны, а при выходе. Венианин спрашивает, можно ли в питоне обратиться по конкретному адресу. Нет, нельзя. То, что идентификатор объекта на самом деле адрес, это всего лишь такое следствие, побочный эффект реализации питона на си, он в общем ни к чему не нужен, то есть вы не можете этот адрес превратить в объект, просто иногда полезно это знать, чтобы понимать, например, где питон эти объекты размещает. Вот я и вижу, он их размещает с той стороны на вершине кучи. Ну вот. Значит, и дальше, я так понимаю, она вниз должна расти. Deer.globales у нас были, глобалес были? Deer.globales это как Deer, только в нем не только имена, но и их значения. Вот и все. Вот. Поехали лучше про алгебру логики поговорим. Значит, про алгебру логики надо поговорить немножко в питоне, потому что она внезапно более хитрая, чем алгебру логики в подавляющем большинстве языков программирования. Те из вас, кто все это проходил, они знают, есть такое понятие таблицы истинности, операция или у нас, значит, равна всегда true, вне зависимости от того, не так, всегда true, если хотя бы одна из, ну, они обе бинарные, или, и, да, true равен, или, a, or, b равен true в случае, если хотя бы один оперант истинный, вот, а если оба ложные, он равен false, а n наоборот, n равен false, всегда, если хотя бы один оперант ложный, а равен он true, то в случае, если оба истинные, вот, и это, в общем, согласуется с такой бытовой логикой, что, значит, если у нас есть альтернативы, обе нас устраивают, то, и, 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 не обе нас устраивают, а если мы считаем, что, ну, допустим, мы хотим достигнуть, там, каких-то, у нас есть набор целей, которые мы хотим достигнуть, и нам хорошо, если достигнута хотя бы одна, то это как раз или, да, там, пойду в лес, там, или грибы найду, или ягоды, или то и другое, и найти грибы, найти ягоды, найти и то и другое, это, как бы, хороший, успешный поход в лес, а вот ничего не найти, наверное, не успешно, если я, ну, как бы, так сформулировал понятие успешности, да, а вот, значит, операция И, она успешна только тогда, когда все цели достигнут, когда и грибы нашел у ягоды, и только в этом случае, наверное, ты будешь удовлетворен, если чего-то не было, значит, не улетай. Вот. В питоне это все устроено очень просто, есть true и false, как мы уже сегодня видели, это такие константы, вот, соответственно, там, операция And, английскими буквами, это операция И, значит, операция Or, это операция И, или операция Not, это операция отрицания, вот, а нам больше ничего не надо, и, или, не, да, вот так и записываются питоновские, булевские выражения, на этом можно было бы и закончить, но мы только начали. Ладно. Да, естественно, с большой буквы, если вы помните, в питоне идентификаторы имеют значение, большая буква или маленькая, ну и, соответственно, константы такие, как true и false, тоже имеют значение, большая буква или маленькая, кстати, это константы, да, это константы в третьем питоне. Видите, мы не можете положить в true-100500, потому что это константы. Вот, у них собственный тип, буллин есть не ошибка, бул, бул, вот, ну, такие вполне себе нормальные булевские значения, Однако, в питоне есть одна важная штука, вот, как раз, вот то, что спрашивает bars, bars спрашивает, а в питоне true равно единице, а false нулю? Нет, интереснее. то есть, с одной стороны, да, если конкретно true равно единице, а false равно нулю, это правда. Но это не, как это, не взаимоднозначное соответствие, потому что в питоне роль false могут играть любые пустые объекты, не только, не только, собственно, false, и не только ноль. Вообще любой объект, который объявлен пустым. Вот. Пустыми объектами являются пустые списки, пустые строки, нули, и вообще любой, любой экземпляр класса, в котором прописана функция бул, которая, собственно, определяет пустой объект или нет. Вот. Сейчас я попытаюсь написать что-то типа такого. Давайте забежим вперед. И простейший синтекс условного оператора, if, допустим, сейчас давайте, a равно true. If a print купу. Вот. Вот вам простейший условный оператор, все равно вам сегодня его уже проходить, поэтому ничего сложного тут нету, кроме вот этого отступа, который я расскажу. Вот. 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 Вот простейший условный оператор. Даже можно было написать это в строчку, на самом деле. Вот. Да? Значит, обратите внимание на то, что a равно true, если написать равно false, то этот оператор, разумеется, не сработает, потому что равно false. Однако, как я уже сказал, на самом деле, вот здесь вот, может стоять вообще, вообще любое выражение питон, совсем любое, не только булевское, вообще любое. И вычисление, выполнение этого оператора будет зависеть от результатов вычисления этого выражения. То есть, мы можем написать, например, a равняется 100500, нет, a равняется 0, для начала, и это будет false. Мы можем писать, a равняется 100500, и вообще любое целое число, и это будет true. Если результат, мы можем написать, например, a умножить на 2 плюс 1, и это будет true. Давайте делить на 2. Вот. Мы можем писать, a равно 5, минус 5. Да? А, да, целочисленный, минус 3, минус 3. Вот. и внезапно, что? Да, блин. Минус 1, вот тогда. Во. Вот. Если a сделать равно минус 1, то внезапное значение этого выражения окажется равным 0, потому что, как видите, целочисленное деление минус 1 пополам, это минимальное целое, ближайшее к частному, значит, минус 1. минус 1 плюс 1 это 0, 0 это пустой объект, и у нас внезапно этот if не сработал. Значит, соответственно, что бы мы здесь ни написали, какое бы выражение мы ни написали здесь, оно будет вычисляться и анализироваться на предмет того, пустое оно или нет. А пустой это, ну, как в питоне определено, вот пустая строка считается пустой, да? Не пустой список, ну, скобочки надо было поставить, не пустой кортеж считается не пустым, пустой кортеж считается пустым, ну, в общем, вы меня поняли. Специальный тип known, который всегда пустой и никакой иначе, считается пустым, ну, в общем, вот. То есть, если мы напишем что-то типа вот так вот, то все равно сначала будет вычислено вот это выражение, потом проверено пустое оно или нет, и потом будет написано print code. Вот. В результате получаем вот такую картину. Мы вместо вот такой таблички истинности, где мы оперируем понятиями false, false, true и так дальше, получаем вот такую табличку истинности, где мы оперируем понятие пусто и не пусто. В общем, без разницы, как видите, да? просто заменил false на пусто, а true на не пусто. Однако, если приглядеться, выяснится, что в этой табличке, помимо того, что любой, абсолютно любой объект может выступать как в роли true, так и в роли false, в зависимости, пустое он или нет, в этой табличке еще есть одно волшебное свойство. Смотрите. Это называется свойство частичного вычисления, такое же, как в си. Вениамин спрашивает, чем отличается список от кортежа. Список динамический массив, а кортеж константный массив. Мы об этом будем говорить просто, ну, как бы, посчитайте, что это такие последовательности пока что. Так вот, обратите внимание вот на что. Что на самом деле нам для вычисления выражения а или б в некоторых случаях не надо вычислять б. Если а не пусто, то результат равен а, чему бы б ни было равно. Смотрите. Мы вычислили а, выяснилось, что оно не пусто. Нам надо возвращать а. И вот это вот главная фишка питона. Смотрите. А, значит, true and false false Давайте это смоделируем с произвольным объектом. Допустим, end пустой объект и результат у нас Вениамин, я вопрос не очень понял. Давайте в чатике объясним этот вопрос. Максим, пусто или не пусто, это просто такой, ну, термин для основных типов питонных данных. Пустой объект это 0, пустой список, пустая строка, пустой кортеж и вот это все. Для определяемых вами вы просто будете определять функцию bool, которая будет возвращать true или false. Вот и все. Поэтому просто к этому проще относиться как к пустому объекту, а не как к нулевому, потому что что такое нулевой список? Пустой список. А пустое число, ну, число, с которым равно 0. Давайте лучше посмотрим вот сюда. Значит, по вот этой табличке истинности нам нужно было бы для нашего end рассказать, что это true, это false и результат false. Да? True, false, false. Соблюлили мы правила. True, false, результат false. Соблюлили. То есть, вот эта табличка истинности верна в случае, когда первый A не пустой, B пустой, мы просто возвращаем B. Ничего больше не делаем. Вот. Ну и вы можете проверить, что в принципе вот эти две таблички истинности эквивалентны, да? Главная их фишка это, что в последней колонке вместо true и false стоит либо A, либо B. Ну, например, ну, почему это верно? Потому что это OR. OR у нас либо A, ну, если A не пуст, то возвращается true. Ну, какой true? Ну, A, потому что оно не пусто. Да? Вот она, эта табличка. Частичная же вычислимость в данном случае приводит к тому, что мы можем справа такое выражение указать, которое в некоторых случаях не вычислится. Оказывается, вот эта штука даже не вычислялась. Она и синтаксически разобралась, но до ее интерпретации интерпретатор не добрался, потому что он видит OR. Вычисляет первый оперант. Он не пустой, значит, надо вернуть его, этот первый оперант. Вот он его возвращает. А то, что там 100 делить на 0 написано, кого это волнует. И вот это свойство частичной вычислимости операции в питоне, оно как бы наследуется там в C примерно так же, кстати. Но, как видите, за счет вот этой таблички истинности оно становится чуть более универсальным. Можно там практически написать условный оператор. Тут есть, правда, некоторая хитрость, я про нее сейчас расскажу. Тут вот Барс жалуется, что ему не нравится эта табличка истинности. Привыкайте, она в питоне именно такая. В действительности она на самом деле даже проще, чем вот эта манипуляция строю false, потому что, смотрите, что здесь буквально написано. Что такое OR? OR означает, что при пустом A возвращать B, при непустом A возвращать A. Все. AND означает, что при пустом A возвращать A, при непустом A возвращать B тоже все. Видите, да? Фактически никакой даже никаких логических операций не происходит. Происходит замер на пустоту первого операнта. Так что она даже проще, чем вот эта табличка. Вообще говоря, это означает, что мы можем написать что-то вроде условного оператора, например, что-нибудь в таком духе написать. A равняется, ну давайте так, B равно 100 500, C равно 3, D равно 4, A равняется, допустим, равно чему? B больше 0 AND А, мы сравнение еще нет. Хорошо, чуть позже, извините. Мы сравнение еще не проходили. Сначала сравнение. Андрей, не нужно создавать учетку на сайте курса, нужно зарегистрироваться в e-judge, там просто по e-mail. Относительно сравнений. Тут, правда, вначале Барс кажется, жалуется, что он не понимает отличия больше либо равно от больше, но мне кажется, это какое-то кокетство, потому что, понятное дело, что операция больше так работает, а так не работает, а операция больше либо равно, ну и, соответственно, и так не работает. Вот вам три значения. Операция больше либо равно работает по-другому. Вот и все. Капитан очевидность приходит нам на помощь и к вам, Барс, тоже. Значит, и говорит, что операция больше равна true только в случае, если левый оперант больше правого, а операция больше либо равно равна true в случае, если левый оперант больше правого, а также в случае, если он равен правому. Удивительно, правда? Вот. Разумеется, в питоне все эти операции есть, вот они. Мы знаем с вами уже операцию из, которая проверяет не равенство объектов, а их идентичность, что это один и тот же объект. Помните пример в начале лекции, что объекты были равны, все были они равны 1525, если не ошибаюсь, а вот, значит, но не были эквивалентны, не являясь одним и тем же объектом некоторые из них. Вот. А вот, собственно, вот пример. тот самый. Есть операция in, это операция проверки наличия элементов последовательности. Например, мы можем написать так вот, in. Что? А, тут надо было скобочки поставить, я ленюсь. Да? А если мы напишем вот так вот, то false, потому что 123 содержится в этой последовательности, вот она, а false не содержится в этой последовательности. В смысле, 7123 не содержат в этой последовательности, вот, понятно. Отдельная тема, это так называемые многоместные операции. Значит, многоместные операции, вот они, типа А больше B больше C больше D, они ведут свою родословную математических операций, соответствующую математическую нотацию, очень удобная штука. Вот. Важно понимать, что такого рода операция не является последовательным применением операций меньше к набору данных. Что я имею в виду? Ну, например, что такое A плюс B плюс C? Это A плюс B плюс C. Да, операция сложения у нас слева направо, она, ну, скажем, если бы это было деление, бы мы видели, что она именно слева направо. Соответственно, приоритет, ну, как бы, скобочки расставляются вот таким образом, все хорошо. Давайте мы попробуем A, A, B, C равняется 23, 34, 4, 45, да? Так вот, A меньше B меньше C, естественно, true. A меньше B, а, неправильно. Давай наоборот. Вот. Значит, A больше B больше C, разумеется, true. То есть, эти три числа, три объекта, на которые ссылаются именно A, B и C, вполне подчиняются вот этому самому A больше B больше C. Однако, A больше B, это у нас, разумеется, true. Соответственно, если мы напишем вот так вот, получится false. Понятно почему. Потому что такой расстановкой скобочек нас вместо математического вот этого сравнения, которое реализует Python, приводит к какому-то странному алгебраическому вычислению не больше ли C, чем false, которое у нас true, которое у нас равно единице, то есть C больше единицы, ну вот это все фигню. Меньше единицы. Короче говоря, в многоместных операциях сравнений, какие бы они ни были, нельзя мысленно расставлять скобочки так, как мы это делаем в операции, допустим, складывания. Они работают не так. Они работают гораздо более логичным образом. Фактически, что такое A больше B больше C? Это две проверки A больше B and B больше C. Ну, фактически, тут скобочки не нужны. Вот. Да. Когда мы хотим убедиться, что три числа удовлетворяют вот этой проверке, мы говорим A больше B и B больше C одновременно. Тогда да. И как только мы что-то меняем в нем, ну, допустим, 23, вот, все это не работает, потому что A больше B, а вот B не больше C. вот. Значит, тут Bars продолжает экспериментировать с динамическим конструированием объектов и экспериментально выяснять, в каких случаях эти объекты оконструируются разные, а в каких одни и те же. Я бы вам советовал этим особо не заниматься, потому что, повторяю, в реал-лайфе вы никогда не встретитесь с такой проблемой. Я не очень понимаю вопроса про занесение в логи бота только логических обращений. Мне эта формулировка непонятна. Давайте мы это обсудим в чатике, потому что в лекции я, наверное, не готов сейчас разбираться, что это означает. Возвращаемся еще раз вот сюда. Обратите внимание на то, что вот такая конструкция раскрывается не как наши математические конструкции, а вот так. Фактически это последовательная конъюнкция, то есть end вот таких сравнений. Когда мы пишем что-то типа a, b, c, d, e равняется 3, 4, 5, 6, 7 и пишем a меньше, b меньше, c меньше, d меньше, e. true. Это 4 сравнения a меньше b и b меньше c и c меньше d и d меньше e. Хуже того, когда мы пишем что-нибудь более хитрое, ну, например, a за пт, b за пт, c равняется 12, 23 и пишем что-то типа a меньше b больше c true. И это абсолютно такая же картина. то есть цепочки сравнений у нас раскрываются в a меньше b and b больше c. Вот тогда все становится понятно, тогда, ну, в общем, вы меня поняли. Да? Значит, такие вот картинки, они уже не очень удобны для понимания, хотя при некоторой сноровке читать их вполне легко и понятно. Надо только не забывать, что на самом деле это такие цепочки сравнений, перемноженные друг на друга, объединенные конъюнцы. Вот. Я уже, я обещал вам немножко поломать мозг, поэтому давайте я вам его поломаю. Вот в очередной раз. Очевидно. не очевидно. Или, например, вот так вот. Казалось бы, вот в двух последних случаях должен быть false результатом. смотрите, очевидно, что одна из этих операций true, значит false и true операция false. Ну, и здесь та же самая картина. но нет, мы с вами забыли про отличия на время, про отличия вот этого вида операций в питоне от сравнений. Все сравнения раскрываются как соответствующие конъюнкции. То есть, вот эта вот удивительная строчка раскрывается как false is false and false is false. Ну, а это, разумеется, true. Ну, и вот эта строчка тоже раскрывается примерно так же, да, как что. Вот. Так что не попадайтесь на удочку этих конструкций. Сами конструкции совершенно примитивные. Они именно так раскрываются и никак иначе. Вот по этому принципу, да, как i над всеми этими сравнениями. Мы просто забыли, что is это такое сравнение. Вот если его вспомнить, то все, все оказывается достаточно прозрачно. Но на первый взгляд это, конечно, выглядит диковато. Такая штука. Вот. Это у нас был разговор про условные это список. Барс, список из одного элемента. Барс спрашивает, что такое false в квадратных скобках. False это список из одного элемента. В смысле в квадратные скобки это же список. Почему бы туда false не добавить? Я забыл закрыть. Вот. Просто список. На следующем занятии мы поговорим про списки. Где-то несколько, порядка десятка лет назад во втором питоне не было возможности сделать условные действия, в смысле условные выражения, как, вот помните, есть тернарная операция FC, двоеточие вопросительный, вопросительный знак двоеточие. Но можно было написать так. Допустим, A за петель B за петель C равняется раз, два, три и написать E равняется A равно нулю А, мы про сравнение, да, про сравнение мы уже спрашивали. End B or C. Or я сказал. Вот. Что при этом происходит? Эта же конструкция работает как условный оператор. Я ее никому здесь присутствующих не рекомендую. Сейчас расскажу почему. Но, тем не менее, она очень красиво работает как условный оператор. Проверяем A равно нулю. Дальше оно будет либо true, либо false. Дальше мы знаем, что у end приоритет выше, чем у or. Да, это операция типа логического умножения, это типа логического сложения. Вот. Соответственно, мы что делаем? Мы вычисляем сначала вот это выражение. Как оно вычисляется? Если это false, то возвращается вот это сразу, потому что end. А если это true, то возвращается вот это. Шикарно. Дальше у нас получается вот это выражение. Оно либо у нас false, либо true. То есть, либо оно, мы проверили, что A равно нулю, и тогда все это false. Либо мы проверили, что A не равно нулю, и тогда результат это B. Вот. Ну и, соответственно, а дальше в случае, если это все было false, то возвращается C. Да? То есть, в данном случае у нас, поскольку A не равно нулю, то возвращается C, а если бы A было равно нулю, то возвращалось бы B. Давайте проверим. B равно нулю, не B, A равно нулю. Вот. Как теперь это работает? Мы проверяем на то, что A равно нулю, это true. Раз это true, то в операции end надо вычислить B. B у нас равно 2. Вся вот эта фигня равна 2. Дальше идет операция OR. Поскольку слева у нее уже true, поскольку 2, да? Возвращается 2, вот согласно той табличке истинности, которую Барс считал сложной. Ну и, соответственно, да, все вроде бы хорошо. То есть, вот эта конструкция, по идее, должна заменять условный оператор прямо внутри математической операции, арифметической, вот, за одним неприятным исключением. Очень неприятным. Предположим, у нас A, B и C. Ну, давайте ради интереса, пускай это будет строгий. Да? А это у нас как число, A, B и C, это строгий. Ну, давайте уберем E, чтобы прям вот, вот, значит, при A, неравном нулю, возвращается SDF, при A равном нулю, возвращается сквер. все вроде нормально. Что будет, если строка, одна из этих строк, у нас будет пустой. сравнить его результат вот этого выражения с результатом вот этого выражения. все поехало. Мы надеялись, что если A равно нулю, то возвратится B, а если A не равно нулю, то возвратится C, но, поскольку это же все-таки логические операции, она вычисла A равно нулю, действительно равно, но B у нас пустое, соответственно, результат работы вот этой логической операции, вот этого end, он равен пустой строке и стал быть пустой, а значит, or у нас должен вычислить правый, вернуть правый оперант, то бишь SDF. Вот такая вот неприятность. Не надо использовать вот такую конструкцию, что-то end, что-то or, что-то в качестве тернарной операции, еще во втором питоне для этого придумали другую конструкцию. Мы должны писать так, E равно B, if A равно нулю, L с C. Вот это гораздо более четкая конструкция, которая работает всегда, которую удобнее читать, потому что у нее с одной стороны true, а с другой стороны false, то есть как бы выражения разделены условиям, они не слипаются в одно, как здесь, если они сложные, то никаких проблем. Смотрите, Вениамин спрашивает, можно ли запихать туда логические операции. Теперь можно все, что угодно. Здесь вы можете написать какое угодно сложное выражение. Даже не так. О, тут Кирилл поделился интересным инструментом. Конкретно в случае, если у вас вот здесь вот стоит true или false, можно использовать смешную конструкцию из двухэлементного списка. Да, можно. Ну и тем не менее, настоящая тернарная операция выглядит вот так. Она работает быстрее, разумеется, чем создание временного списка по тому и уничтожению. В ней что угодно, в ней что угодно, вот. Единственное, что надо научиться читать так слева направо. Кстати сказать, вот спасибо Вениамину, он правда задает вопросы на другую тему, но в том числе намекает на то, что в случае тернарной операции вот такой, разумеется, сначала будет вычисляться вот это выражение, потом будет вычисляться либо это, либо это, а второе вычисляться не будет. Операция if-else, арифметическая операция if-else, она тоже с условным вычислением. Вот. Такая картинка. Хорошо, мне кажется, надо дальше идти, а то у нас время закончится. Значит, помните, я обещал рассказать про оператор if, он в общем простой, как 7 копеек, конечно же. Вот. Выглядит он примерно так. Значит, самый простой вариант. Ну, давайте a, b равняется, нет, a равняется input, просто input. a, a равняется input, b равняется input. Сейчас я расскажу. Я в конце лекции объясню, почему именно так я пишу, а не по-человечески. Ну, будет у нас разговор. Да. Значит, if a не равно b, b, print, a не равно b. вводим а, вводим b, пишем. Повторяем упражнение. Вводим а, вводим b, видите, не написал. Как и во всех нормальных языках программирования, можно взять else. Да. вот. Тогда будет все работать так. Если мы ввели разное, не равно, а если мы ввели одинаковое, он напишет равно. Я не думаю, что, я не думаю, что то, что я сейчас объясняю, для кого-то является хоть какой-то там тайной. Вот. Интересно другое. Давайте попробуем чуть-чуть усложнить пример. Преобразуем наши строки в целые. Мы помним, что операция input или не помним. Тогда я вам расскажу, что операция input всегда возвращает только строку и ничего более. И для того, чтобы преобразовать ее в целое число, надо преобразовать ее в целое число. И давайте здесь напишем так. Тут, допустим, меньше. Вот. А равно 123. 123 не равно 23. 234. Вроде все хорошо, за исключением того, что а 1234 равно 123. Опа. Что не так? Ну как что не так? У нас три варианта, а не два. Значит, мы должны написать что-то типа else if а равно b написать вот здесь вот. Причем вот не так мы это должны написать. А вот в извращенной форме мы должны это написать. else тут написать меньше. Здесь написать равно, а здесь написать больше. Да? Вот теперь это будет работать. Такой простейший, совершенно логический оператор. Там раз, два, три. Тверле. Это меньше. Да? Значит, соответственно, это больше. И это равно. Единственный недостаток того, что мы видим перед собой на экране, это, конечно, вот эти странные ступеньки, которые, чем больше у нас таких будет разных проверок, тем эти ступеньки будут дальше углубляться. Хотя, если подумать, это три, а иногда больше, одинаковых, в смысле структурного программирования, случаев. Для того, чтобы этих ступенек избежать, а в питоне, я забыл сказать, вдруг кто не знает, в питоне нету операторных скобок, вместо операторных скобок в питоне служат отступы. То есть, в языке программирования питон отступы синтаксически значимы. Вот в данном случае, внутри оператора if, его тело состоит из двух операторов, потому что они имеют одинаковый отступ. Вот. Давайте мы тоже здесь наведем порядок. Да, напишем что-нибудь такое. Вот. Да, значит, когда мы пишем оператор с двоеточим в конце, это знак питону, что сейчас будут, ну, те операторы, которые имеют двоеточие в конце. Это знак питона, что сейчас будет так называемый блок с отступом, indented блок в документации. И все, что мы пишем с одинаковым отступом, будет считаться внутренностью этого блока. Давайте проверим. Ну, вот у нас есть, допустим, вот. Больше не будут писать их в одну строчку, будут писать их в нормальный, в редактор, и все будет красиво. Правила очень простые. Отступ может быть какой угодно, лишь бы одинаковый. То есть, я вот здесь делаю классический, стандартный для питона отступ 4 пробела, но можно сделать, например, не 4, а, ну, вот здесь, например, прибавить 8 пробелов сразу. Да? работать все равно будет. Ой, и что это было? Ага, окей, да вот. Разницы никакой. Но вот если я ошибусь в отступе, добрый синтаксический чекер мне сразу сказал, ты ошибся в отступе. Ну, допустим, я не вижу вот этих красных стрелочек слева. Ну, вот, мне питон говорит, знаешь, чего, вот тут вот у тебя в этой строчке ты вроде бы уменьшил количество отступов, но до какого-то неизвестного мне значения. Вот если бы ты уменьшил вот досюда, мы бы считали, что ив закончился, но ты уменьшил досюда. Вот, то есть, что это было? Вот, значит, в связи с этим хочу предупредить людей, которые пользуются текстными редакторами, ну, скажем, консольными, если такие среди нас есть, как я, например, что есть такой волшебный символ среди других. Это символ табуляции. Вот, когда мы нажимаем клавишу Tab, в действительности на вот таких вот консольных приложениях на вход поступает символ табуляции. Это такой один символ, который интерпретируется. Он идет еще из незапамятных времен, он идет еще со времен принтеров этих вот матричных, даже алфа-файл на цифровых печатных машинах со времен он идет, табуляция. Мы нажимаем символ табуляции, каретка печатной машинки переезжает на положение так называемого табула-стоп, такие прищепочки расставлялись на механических печатных машинках, чтобы можно было таблицы печатать. Поэтому они назывались табула-стоп, отсюда по табуляции. Мы нажимаем клавишу табуляцию, и каретка подъезжает к следующей прищепке, чтобы все циферки в колонку печатать. Вот в связи с этим символ табуляции устроен таким образом, что он считается, как бы, его наличие считается позиционированием курсора до колонки, кратной восьми. Короче говоря, вот во втором питоне была какая-то адовая совершенно логика, как файл, в котором есть и табуляции, и пробелы, превратить в файл с одними только пробелами, и потом как-то все это высчитывать. В третьем питоне, кажется, на табуляции все просто забили и сказали, не используйте просто, чтобы не было табуляции. Давайте я попробую, кстати. вот в этом файле, вот в этом месте встают две табуляции. И видите, синтаксический чекер говорит, что мы не правы, что не надо табуляции ставить. Давайте проверим, что это так. Обратите внимание, что везде в начале стоят по два пробела, вот это вот пробелы с символом 20. Значит, что я показываю? Показываю шестнадцатеричный дамп моего файла, моей программы if.p. Справа у нас, справа в колоночке попытка изобразить все печатные символы этого файла. Как видите, русские буквы заменились на точечки. Вот. А слева это его шестнадцатеричные коды этого файла. И вот обратите внимание на то, на то, что в месте, где у нас я проверил, это третий принт, где мы вставили две табуляции, их не видно сейчас. Их видно только вот в этом дампе. Господи, а где же они? Ужас. А, сейчас, понял. Вот. Во! Вот оно, это место. Значит, их видно только в этом дампе. Обратите внимание, что все принты начинаются на нужное количество пробелов, а этот начинается на что-то непонятное. Вот. Давайте посмотрим, где это. Вот они, эти две табуляции. Символы с кодом 9. Пробел, символ с кодом 20, 16 тысяч, а табуляция, символ с кодом 9. 30 тысяч. Вот тут две табуляции. Вот. Короче, все эти приключения могут продолжаться еще сильнее. например, сейчас я настроил редактор Vim, чтобы он показывал, что отступ в табуляцию это 8 символов, а не 4. И видите, все уехало. Короче говоря, избегайте ситуации, когда у вас в файл попадает символ табуляции. Настраивайте текстовый редактор таким образом, чтобы их там не было. Вот. Иначе вы заблудитесь. Вот. Я вас предупреждал. Так. Это был условный оператор. Значит, чтобы избежать вот эту картину с лесенкой, в питоне условный оператор может быть таким цепочным. Выглядит это вот так. Главный бонус этой цепочки состоит в том, что все ELIFы, которые вы нанизываете в цепочный оператор IF, все ELIFы находятся на одном уровне. Надо понимать, что в действительности этот код работает вот так. Да? В действительности этот код работает вот так. То есть, сначала проверяется вот это условие и только если оно неверно, начинает проверяться вот это условие. Вот. Но, понятное дело, когда мы говорим, что мы просто будем проверять несколько условий подряд и какое первое придет нам в голову такое и применим, то да, конечно, вот такая запись намного предпочтительнее. И именно ее я и буду признавать за хорошую годную запись. Да? Чисто формально действительно вот этот IF вложен вот в этот. Но с точки зрения логики работы программы мы просто выбираем одно из условий, которые выполнены и тот кусочек, тот индентед блок выполнили. Вот. Это что касаемо условного оператора. Я сегодня не расскажу об одном новом, новой синтаксической конструкции, которая в питон еще не вошла. Она войдет в релиз питона 3.10, который еще не случился. Это синтаксическая конструкция оператора сопоставления матч. Вот. Он войдет в 3.10. Вот. 3.10 еще не релизнулся. Я, наверное, к нему аж 3 пепа существует. Я, наверное, начну с того, который определяет туториал, туториал по нему. Там прям сразу видно, что такое матч. Матч это способ аналог свитча в кейзе в оси. Только очень хитрый питоний аналог. Такой хитрый. Давайте какой-нибудь простой найдем вариант. Сейчас. Простой хочу вариант. Эй. Ну, тут сложно сразу. Ну, я так не играю. Короче говоря, даже если бы он уже был релизнут, я бы не стал рассказывать про оператор сопоставления в питоне в этой лекции. Именно потому, что он более хитрый, чем просто обычный ив. У него, видите, анализ структуры объект встроены некоторые и так дальше. Поэтому мы его сейчас пропустим и поговорим о нем либо когда релизн 30-й питон, ему уже скоро пора, либо когда мы дойдем до соответствующей темы про объекты. Тогда мы сможем полностью понять, как этот матчинг работает. Для тех из вас, кто в общем питон и так знает, смотрите соответствующие пепы, там все написано. А мы вернемся к нашим условным операторам в том виде, в котором они у есть питоне. Самая простая штука это оператор while, который у нас выполняет наши операции до тех пор, условие верно. допустим, не знаю, что тут написано. Вот пример к этому. и равно нулю, while и меньше десяти, обратите внимание на двое точек indented блок, print и равняется и плюс один. Кстати, давайте мы сразу, ой, что написал, равно на двум сайт, плюс равно один. Давайте сразу вспомним, что в питоне есть операции одновременно выполнения действий присваивания. Вот здесь написано и плюс равно один. Понятное дело, что в действительности это то же самое, что и равно и плюс один, то есть в данном случае, то есть в данном случае вычисление нового выражения и именование этого нового выражения буквой и, а старое, так сказать, забывание. В питоне нет операции плюс-плюс как в хим, вот, но зато арифметические выражения на сравнение, на сложение, вычитание, умножение, деление, там, деление с остатком, сдвиг арифметический. Вот. На все арифметические выражения существует соответствующая конструкция со знаком равно, вот, которая нужна для двух вещей. Первое упрощение чтения, ну, то есть мы можем, не просто упрощение, такой сигнализации, да, смотрите, почему плюс-равно удобнее, чем плюс-что-то. Потому что мы можем написать так. Там, длина главной стойки равно сто пятьсот плюс длина главной стойки. Когда мы читаем такое выражение, мы понимаем, что у нас справа стоит какое-то аритметическое выражение, которое, в конце концов, называется длина главной стойки. О том, что в действительности эта конструкция добавляет сто пятьсот к длине главной стойки, мы догадываемся только прочтя все от начала до конца. По битвам и сдвигу, Барс, извините, я оговорился. Речь идет о по битвам и сдвиге. Если вам это не известно, что это такое, сейчас я по-быстрому расскажу. Хотя это, в общем, предполагалось, что можно было самому освоить, там про все это было написано в учебнике. Но неважно, сейчас расскажу. Вот, вернемся к этому. Значит, итак, когда мы читаем вот такое выражение, мы понимаем, что вот тут что-то вычислится, а сюда что-то присвоится. То, что это добавить сто пятьсот к длине главной стойки, мы понимаем только когда прочтем всю строку. А вот, когда мы пишем вот так, то мы чисто на уровне внешнего вида выражения сигнализируем нашему читателю программы, что мы увеличиваем длину главной стойки на сто пятьсот. Второе, для чего используются эти операции, их можно отдельно реализовать для разных интересных объектов без пересоздания нового объекта. Но про это мы будем говорить, когда мы будем говорить про списки. Это имеет значение именно с динамическим размещением объекта, а с константами как числа, не имеет. Вот. Ну вот, собственно, и все. У нас отличный цикл, который работает буквально так, как тут написано. Поначалу и равно нулю, дальше, пока оно не превысит десять, мы его выводим и прибавляем единичку. Тут надо заметить, что Барс, боюсь я не успею, у нас осталось десять минут. Я боюсь, что про альфметический сдвиг вам придется читать самостоятельно. Вот. Тьфу, господи, побитый сдвиг. Почему я говорю альфметический? Про побитый сдвиг вам придется читать самостоятельно, но это несложно, уверяю вас. Побитый операции. Да, 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 я уже это говорил, вы пропустили, нету плюс-плюс операции. Хочу сказать, это правда не относится к здесь присутствующим, но все-таки хочу немножко унизить некоторых людей здесь отсутствующих, что если вам где-то в школе говорили, что цикл состоит из двух частей, вайл условия тела, то вас обманули. В действительности каноническая схема цикла состоит из четырех частей. В нашем примере этих частей четыре. Инициализация, проверка условия тела и изменение условий. Если мы любую из этих частей опустим, получится ерунда. Вот. Классический пример это пример на вложенные циклы, когда мы мухлюем с инициализацией. Ну, давайте попробуем. Здесь, допустим, 5, здесь напишем g равно 0, вайл g меньше 4. Да, да. Ой, что это было? хорошее годное цикл написали, правда? Смотрите, все есть, инициализация есть, проверка условий, изменения есть в конце каждого цикла. Да? Так, минутку, где мои... что-то я ничего не понял. Где мои 20 строчек? Что-то не так, что-то случилось, почему ничего не работает? Правильный ответ. Каноническая схема цикла состоит из 4-х, 4-х, 4-х действий. Инициализация, проверка условия, тело цикла изменения. Где у нас во внутреннем цикле инициализация? Инициализация. Надо вот это сюда вот переставить, вот сюда переставить. Вот это у нас внутренний цикл, инициализация, проверка условия, тело изменения. Вот это у нас внешний цикл, инициализация, проверка условия, тело изменения. И вот тогда все будет работать как надо. Такая вот картина. значит это что касаемо что касаемо цикла вайл вот разумеется в цикле вайл есть операторы break и continue которые работают так как они работают во всех ваших любимых языках программирования что допустим давайте проверим тут вот if if и умножить ножи равняется 8 break то они 8 только 6 видите он дошел до 6 и свалился дошел до 6 и свалился вот теперь давайте вместо break поставим continue висит почему висит потому что я поставил continue до этого саму до увеличения до операции и он в какой момент навечно на 6 он завис и равно 6 если тут было гонять и там равно чему-то здесь 6 то continue так навсегда до while true какой-то вариант вот короче говоря break и continue работают но просто так же как они работают ваших любимых языках программирования но питон не был бы питоном то бишь языком который приносит нам много всякого сахара синтаксического питон не был бы питоном если бы в нем не было полезной штуки эта полезная штука называется клауза else к циклу к циклу вайл что это такое эта ситуация при которой давайте эта ситуация при которой различаются выход из цикла штатный и выход из цикла по брейку давайте так сделаем вайл и равняется равняется input что это берема давайте просмотрим все очень просто мы использовали операцию операцию присваивание связали input результатовую функция будет импут с именем а а заодно проверили не пустое ли она не ввел ли я пустую строку давайте так вот сделаем а не давайте не так давайте здесь делаем этот импут тогда будет более понятно вот смотрите какая красивая вот значит как работает брейк циклу вайл мы можем написать так if а равняется 13 брейк брейк принц 13 из фаунд а здесь соответственно вот а здесь напишем print 13 из мод какая фигня что получится правда смотрите ну и мы типа ищем 13 это будет не число да это правда а вот это неправда только не 134 а 13 из фаунд как там избежать печати вот этого 13 из фаунд вывода первый вариант устраивать какую-то фигню написать что-то типа фаунды равняется фолсы здесь написать фауны дыр равняется да это было правильное слово равняется труя здесь написать фауны дыр равняется за да за ли спортом Фо, нэдэ. Фо, у, нэдэ. Господи, прости. Вот. Но это же, ну, это же, ну, прямо издевательство какое-то над трупом. Как нужно делать? Нужно делать вот так. Вот так нужно делать. Что сейчас происходит? Клауза else к циклу while обозначает, что вот эти действия, так же, как в случае if, будут выполнены в случае, когда условие равно false. Понятное дело, что если мы вышли из цикла по брейку, то условие последнее, проверенное, было равно true, и, соответственно, это else не выполняется. Вот теперь, это такой типичный шаблон использования else в цикле while. Это поиск среди ввода. Вот. Теперь у нас все будет работать как надо. Смотрите. 13 found. И, соответственно, 13 is not found. Вот. Обратите внимание, опять-таки, на частоту кода. То есть, тут записано только то, что нужно, и больше ничего. Клауза break в случае else. У нас осталась, простите, еще одна, еще одна тема. Ну, собственно, полторы. Очень маленькая. Я про нее расскажу только, только, описательно, что именно происходит там под капотом, говорить не буду. Вот. Тем не менее, я про нее расскажу, потому что это тема, как оформлять домашние задания. Значит, смотрите. Мы уже с вами знаем, что можно написать что-нибудь типа такое. А равняется int от input. И когда мы вводим число, это число превращается именно в число. Потому что функция input возвращает строку, а, значит, int от нее преобразует это дело в число. Но очень часто, надо посмотреть, кстати, в домашние задания. Очень часто. Тут надо, кстати, поправить домашнее задание, чтобы был на ввод последовательности. Давайте я это сейчас спешу. Значит, очень часто в домашних заданиях требуется ввести несколько объектов питона через запятую. Вот. Давайте я это для себя впишу, чтобы такая задачка была. Вот. Значит, то есть, у вас буквально написано, введите три числа через запятую. Как это сделать? Ну, можно, конечно, как мы вот в этом, на информатике в Паскале делали, ввести строчку, начать ее жевать, превращать в число, задолбаешься. Самый простой способ, который допустим в домашнем задании, сейчас мы отсюда выйдем, это сделать следующее. Допустим, мы ввели, допустим, мы ввели там что-то типа, и сравняется input. И ввели там раз, два, три. Мы можем пытаться его как-то расщепить и поэлементно превратить в строку, а можем использовать, зачитить и использовать таблетку. Таблетка состоит в функции eVal. Функция eVal. И это функция, у которой есть единственный параметр, на самом деле не единственный, там много параметров, но мы пока будем считать описательно, что он один. Это строка. И фактически функция eVal вычисляет выражение, которое мы ей передаем, как если бы оно было написано на питоне. Вот. Более того, совершенно справедливо, только не совсем так, Вениамин, все несколько проще, чем вы его нарисовали. Вениамин уже пытается показать, как это делается. Значит, давайте вот мы этот квест до конца пройдем и дальше поймем. Значит, что такое eVal? eVal превращает любое строку в выражение на питоне и вычисляет его. Если мы там напишем что-то неправильно, он нас выругает. Он говорит, что выражение закончилось, а что там такое было написано? Вот. Давайте посмотрим, что получится, если мы заевалим раз, два, три. Что это такое? Это же питоновский кортеж, правда без скобочек, но в некоторых случаях он без скобочек вполне пригоден. То есть на выход функции eVal теперь нам выдает кортеж, то есть константный список. А константный список можно взять и поклевать на три части. Написать типа a, b, c равняется s. И вот оно решение проблемы, как ввести a, b, c в виде чисел в строчку. Написать a, b, c равняется eVal от input. Вот. Понятное дело, что это будет работать только в случае, если вы действительно введете то, что нужно. Более того, если введите то, что не нужно, оно тоже будет работать. Смотрите. Более того, как бы для домашних заданий это будет хватать. Вы можете написать вот такую конструкцию. Если вас потребуется ввести что-то через запятую, я сделаю одно из таких домашних заданий. Ну и пользоваться вот этой, вот пользоваться ею. В начале лекции, кажется, Барс говорил о том, что eVal очень ненадежная, очень опасная конструкция. Ее нельзя использовать в продавшине. Да, нельзя. Потому что, особенно вот именно в такой форме. Потому что мало ли, что я напишу в input. Я могу в input написать 100-500 миллионов в степени 100-500 миллионов. Помним, что у питона бесконечные целые числа. Он будет пытаться вычислить это число, пока память у него не кончится. Но, как вы уже поняли по EJAD, но он это false, но не совсем, но он более хитрый объект. Но если его в input засунуть, будет false, спрашивает Барс. Как вы уже поняли по EJAD, проверка домашних заданий устроена таким образом. Вашим программам на вход подаются валидные данные. То есть такие вот, не 100-500 миллионов в степени 100-500 миллионов, а ровно такие, как описано в условиях. И, соответственно, ожидается, что вы их распарсите как можно быстрее. Раз уж данные валидные, если вам сказано, что на вход подается 3 числа через запятую, вы можете смело использовать именно EVAL input, будучи абсолютно уверены, что вам не придет туда какая-нибудь бомба. А так-то да, в общем, вы в этот EVAL, в этот input можете встроить что угодно. Ну, смотрите. Ну, в A приехал known, потому что принт возвращает known, в B приехал 0-0, а еще он что-то выполнил. Можно и даже вот так вот сказать сейчас. Знаете, что это такое? Это список файлов в текущем каталоге у меня. То есть я умудрился с помощью EVAL input вызвать какие-то системные функции. Всякие бомбы. Ужасные бомбы. Но всего этого не будет. Все, я и так выжил целых 7 или 8 минут вашего времени. Значит, домашнее задание. Напоминаю, что домашнее задание пока еще не готово. Я вот сегодня буду его раскладывать на EJ. Извините, у меня были некоторые сложности с этим. Вот. Домашних заданий будет минимум 4, потому что они очень-очень простые. Вот. Единственное, что я хотел показать еще, простите, еще секунду, полминуты займу вашего времени. Это как решать сложные домашние задания. Вот есть сложные домашние задания. Условно сложные, конечно. Вот его условия. Прежде чем ломиться на EJ и что-то сдавать, сходите вот по этой ссылке. Вы увидите, что помимо условия, в тексте задачи присутствуют подсказки. Но, поскольку у нас курс не по программированию, а по питону, если вы испытываете сложности при формулировке самого алгоритма, вы не понимаете, как решить эту задачу оптимальным путем. Поскольку я не вправе требовать от вас идеального изготовления алгоритмов, то для тех из вас, кому это неинтересно, потому что для тех, кому интересно, поборитесь сначала с задачей. Понятное дело, что должно быть интересно. Существуют спойлеры. Спойлеры открываются при нажатии на кнопочки комментарии. Вот он спойлер. Тут написан алгоритм. Вот. Не нажимайте на спойлер до тех пор, пока вы не убедились, что вы не можете решить задачу путем. Файри Линкс спрашивает, можно ли будет использовать другие конструкции. Можно будет использовать любые конструкции. В Еджадже я не проверяю, какие конструкции используете. Можно и такие. Бога ради. Все. Еще вопросы. А то уже 10 минут, как я говорю, против шерсти. Тот же вопрос был у Михаила. Можно ли пользоваться генераторами. Всем можно пользоваться. Это раз уж вы знаете, пользуйтесь. Нельзя только пользоваться синтоксом 30 питона, потому что на Ежер стоит 3,9. Все. Вопросов больше не вижу. Значит, спасибо. Я чуть-чуть выжил ваше время, извините. Мы тут немножко дискутировали с чатиком. Вот. В следующий раз у нас, я так понимаю, последовательности и цикл форм.